Это хорошо. И это будет наш последний час обучения. Мы пройдем через весь материал потом. Я был в Библейском колледже в 66-м году. Один из профессоров сказал, «Я никогда это не забыл». И вы пришли в Библейский колледж с такой мыслью, что мы вас будем обучать Библией. И факт в том, что вы были здесь 4 года, и у нас не получится обучить вас Библией за 4 года. Но мы научим вас, как изучать Библию. И у вас будут инструменты, которые вам необходимы, чтобы изучать Библию в течение всей жизни. И это было очень мудро сказано. Я хочу сказать что-то подобное вам сейчас. У нас курс о спасении. И мы прикоснулись только к самому основному, или к тому, что на поверхностном. Такое классическое иудейское спасение, библейское спасение, спасение Нового Завета. Мы только показали, приоткрыли вам. А ваша ответственность — просто двигаться в этом. и изучать самостоятельно эти темы. Это с нашим пониманием, что мы привезли вам такое, как бы, описание всего курса. Почему мы хотели перевести это все на русский. Спасибо. Спасибо Павлу за эту работу. Но там есть ошибки, поэтому... Простите. Но мы также поставили все местописания, что с таким ожиданием, что вы вернетесь к ним. После того, как этот курс закончится сегодня вечером, в грядущих неделях, в грядущих годах, может быть, у вас будут свои ученики, будете обучать свои классы, будете преповедовать свои собственные проповеди, и у вас будет материал с вами, у вас. И это последовательность в темах, которая будет помогать вам преподавать. Но для начала вы должны улучшить себя. И потом вы будете инструментом Божьим, которые Бог будет использовать для других. Я очень горжусь вашей школой в Одессе. Я горжусь этим МГБИ. И я горжусь студентами, которые здесь, которые делают эти усилия, чтобы приходить каждый вечер, и для кого-то очень такие великие жертвы, чтобы прийти, и чтобы изучать Слово Божие. Я бы снял свою шляпу перед вами, но я не хочу, чтобы моя голова была не покрыта. Давайте продолжим там, где мы остановились. Мы используем следующие 40 минут, чтобы прикоснуться к тому, что осталось в курсе. А потом, после перерыва, я вам дам такой обзор курса, который займет порядка 15 минут. И для тех, кто хочет, все хотят, возьмут вот этот простой экзамен, тест. Я хочу сказать, что это очень простой экзамен. Я написал экзамен. Он простой. Я говорил своим детям, троим, которые шли в школу, они всегда беспокоились о экзаменах. Они как бы уже потели из-за того, что дадут ли они экзамен хорошо. А я сказал им, что важно, чтобы они помнили о экзаменах. Все экзамены, они простые, если ты знаешь ответы. Поэтому вам просто нужно изучить ответы. Это и будет просто. Итак, давайте продолжим 10 А. Это «Что достигло Ишуа посредством страдания и смерти». И здесь есть 14 пунктов, которые Ишуа достиг в своей смерти. Мы не будем читать все эти стихи, потому что у нас мало времени. И вы можете их прочитать, вместо того, чтобы спать сегодня ночью. Итак, 1 Б. Это замена заместительная для грешников. Помните, Бог высвободил свой гнев. Да, да, гнев, греха Бога против греха. И на кого Он его высвободил? Гнев Божий был высвободен на Ишуа. Но если бы Ишуа не пришел, и он не был нашей заменой, на кого бы высвободил Бог свой гнев. Ишуа, Он сделал замену загрешников. Он взял гнев Божий вместо нас. Мы заслужили его. Мы согрешили. Мы делали неправедные поступки. Бог умеет право быть злицем. Он злится на грех. Но Он послал Ишуа, чтобы Он принял весь гнев Божий против греха. Аллилуйя! 2 Б. Второе достижение благодаря смерти и страдания. Это завершение закона для спасенных. Закон перед Мессией освободил меня от закона смерти. Какой это закон греха и смерти? Не говорите, что это Тора. Как люди очень часто думают, что закон греха и смерти — это Тора. Но закон греха и смерти полностью отличается от Тора. Вот закон греха и смерти. Ты согрешил, ты умираешь. Это закон греха и смерти. Ты согрешил, ты умираешь. Но теперь через Иешуа мы можем обойти этот закон. Потому что тогда, когда мы даже согрешили, у нас есть прощение грехов. И мы обходим и благодарим за то, что Иешуа страдал и умер. Третье достижение это искупление греха. Грех, он поработил нас. Он нас ввел в темницу. Мы ожидали как бы наказания смерти, смертного наказания. Но Иешуа у нас забрал. Он нас спас. Он освободил. Он искупил нас. Мы куплены дорогою цену. И теперь мы принадлежим Ему. Четыре. Примирение с Богом. Мы были отделены от Бога из-за нашего греха. Мы молимся в наших молитвах чтобы они не вернулись к нам. Потому что мы не имели общения с Богом. И у нас не было отношений с Богом. И мы не знали, что такое иметь сладкое присутствие Божьего. И мы не знали, что такое, когда Бог говорит к нам. Потому что мы были в плохих условиях и плохих позициях перед Богом. Мы не имели возможности говорить с Богом. Даже когда мы хотели с Ним говорить, Он не говорил с нами из-за нашего греха. Но теперь через Иешуа проблема греха решена. Барьер, он убран. Завеса, она разорвана. А теперь у нас есть возможность наслаждаться сладким присутствием с Отцом. Мы были примирены с Богом. 5 Б. Умилостивление перед Богом. И теперь мы возвращаемся к идее. Что гнев Божий был высвобожден на Иешуа. Чтобы высвободить Божью праведность. Чтобы Бог был удовлетворен. Чтобы Его гнев против греха был удовлетворен. И теперь у Него есть свобода прощать наши грехи. 6 Б. Суд над греховной природой. Наш человек хочет бунтовать против Бога. Но мы удерживаем грех внутри нас. Мы исповедуем и пкаемся за наш грех. И мы умерли для ветхого человека. Мы умерли, мы были погружены и воскресли с Иешуа. И нам была дана новая природа. Такая природа, которая хочет достигать праведности. И это правда, что все мы люди. И есть очень много греховных вещей, искушений. Но это также правда и истина, что Дух Святой живет с нами. И это также правда, что мы были воскреснуты к новой жизни с Иешуа. И вот, что я хочу вам сказать. Вы скажете мне, если я ошибаюсь. Я верю, что в каждом верующем, в глубине каждого верующего, в глубине его сердца и души, тот, кто был рожден свыше, кто принял Дух Святой, сделал провозглашение веры в Иешуа, глубоко в каждом верующем, есть такое желание быть подобным Иешуа. Я очень, очень, очень хочу быть таким, как Он. Да? Это то, что Бог вложил. Это желание быть как Иешуа. Быть святым, быть чистым. Это то знамение, которое показывает, что мы такие спасены. Мы новое творение. И мы хотим быть как наш Отец. Как наш Господь. Мы хотим, чтобы праведность проживала, была внутри нас. И мы не хотим давать место греху. 7b. Основание для прощения и очищения верующего. Из-за того, что Иешуа сделал, как Он страдал и умер, у Бога есть возможность простить наши грехи и очистить нас от всей неправды. 8b. Отстрочка праведных божественных суждений. Суд Божий был готов высвободиться на нас. А мы теперь спасены от этого. И Божий суд, Он высвободиться на человечество. Но не на нас. Мы уже будем неподсудны. Мы уже не будем найдены виновными. Мы не пойдем на суд. Мы пойдем на суд, и мы исповедуем. Виновен. И за той благодать и милость, которая будет на суде. И судья даст нам свободу. У нас уже был наш суд. А остальной весь мир, он в проблеме. 9b. Избавление от греха, оно покрыто жертвой священника. Когда в Танахе описывается жертвоприношение, они были покрыты. Это откуда у нас взято слово «кипур», «йом кипур». День покрытия. Или кипурим, покрытия. И из-за крови козлов, и крови козлов и тельцов, которые не могли забрать грех. Гнев Божий не был удовлетворен из-за крови козлов и тельцов. Но это была временная задержка суда. И каждый год это жертвоприношение приносилось опять и опять. И Бог, в конце концов, сказал, еще один год, что суд грядет, но вам нужен еще один год для «йом кипура». Но в Йешуа, Его жертва, это не жертва животного. Это Агнец Божий, который берет грех мира. Это жертва, которая удовлетворила гнев Божий. Это та жертва, которую не нужно повторять. Она была сделана однажды, навсегда. И не нужно, чтобы она больше повторялась. И тот грех, который был покрыт до этого, он оправдан. Из-за Йешуа. Десять Б. Национальное спасение Израиля. Израиль было место провозглашения Божьего. Израиль не принял Ишуа, Мессии, Царя, или первого священника, или его пророка. Израиль просто пытался создать свою культурную, и такой опыт. Но национальное спасение Израиля станет реальностью. Не из-за иравинов, не из-за иудаизма, не из-за иудейской культуры, но потому что Ишуа страдал и умер за весь Израиль. И весь гнев Божий за Израиль за грех пришел на Ишуа. И Ишуа страдал и умер за грехи Израиля. Он спаситель Израиля. И Он тот, кто хочет привести Израиль в место искупления. И когда Израиль примет Ишуа, которое я надеюсь, что произойдет в 2019, если это будет в 2020, я буду разочарован. Но я подожду. Но очень скоро, очень скоро, и весь Израиль примет Ишуа и найдет спасение. И это возможно только потому, что Ишуа сделал. А в другом случае, это были бы очень плохие новости для Израиля. 11 Б. Тысячелетние и вечные благословения над всеми народами. Бог хочет делать добрые дела для всего человечества. Это может стать реальностью из-за того, что Ишуа сделал. 12 Б. Это порча всех кня... или уничтожение всех княжеств и государств. Все духовные силы, которые противостоят Богу, они будут порабощены и побеждены Ишуа. И когда мы будем двигаться во всилии и власти, мы разделяем Его победу над этими силами. 13 Б. Земля мира. Это то, что Ишуа уже сделал, то, что мы имеем мир с Богом. И мир также друг с другом. Люди могут быть очень разными. Говорить на разных языках. Поднимать разные флаги. Может быть, даже они служат в разных армиях. Будут иметь разный экономический статус. Но когда они приходят к вере в Ишуа, есть соединение, мир и восстановление с Ним. И 14 Б. Очищение на небесах. Я не буду описывать то, что написано в Евреям 9. Но я позволю вам прочитать это. 11 А. Страдания и смерть Мессии в видах. Мы не будем просматривать все. 1 Б. Это предписанные жертвы. 2 Б. Это смерть Мессии в Торе. Это то, что были знамениями, что произойдет позже с Мессии. Мы смотрим в 12 А. Важные условия, касающиеся смерти Ишуа. И мы не будем давать определение всем терминам. Но я прочитаю список с 1 по 13 пункт. Первое – это расплата, заглаживание, прощение, вина, обоснование, успокоение, сверка, выкуп, приношение жертву, удовлетворение и заместительная жертва. Это тринадцатый, последний пункт, богатство божественной милости. И теперь мы закончим у нас в следующих двадцать минут. Что это значит для вас? И мы знаем о спасении. Мы знаем о спасении в Танахе. Мы видим, кто такой спаситель. Мы видим ключевую роль Ишуа в спасении. Но как это влияет на вас? Я хочу, чтобы вы повернулись к моему соседу, который рядом, и сказали ему, «Как это повлияло на тебя?» И я хочу, чтобы потом вы повернулись к другому соседу, и сказали, «Как это повлияло на меня?» А это напоминает моего друга, мессианского верующего, который сейчас с Господом. Но он приходил к нам в синагогу мессианскую, проповедовал. И всегда у него было хорошее послание. Но потом он пришел к выводу. И он каждый раз начинал свой вывод с таких слов. Итак, что? И это то, о чем мы сейчас говорим. И как это повлияло на нас? Давайте мы откроем, узнаем. Богатство Божественной Милости, 13а. Вечном плане Бога. Всегда у Бога была цель высвободить благодать на человечество, на Его народ. Бог определил перед созданием мира, что будут люди, которые будут переживать, получать спасение. Они будут сотворены и пересотворены по образу Божьему. К чему мы были предназначены, это не то, чтобы пойти на небеса или в ад. Бог делает это решение, куда мы пойдем. Он дает нам возможность выбрать, и мы выбираем, и мы выбираем, и мы выбираем, и мы выбираем на небеса. Но если мы сейчас выбраны Господом, и мы выбираем быть послушными Ему, и Он говорит, вот какой будет этому результат. Вы будете как Ешуа. Вы будете совершенными. Дух Святой будет работать в вас, преобразовывать вас, менять вас, чтобы в конце концов вы были таким, как Ешуа. И что Писание говорит? Когда мы увидим Его, и мы будем как Он, потому что мы увидим Его, каким Он является. У Него есть предопределение, чтобы в конце концов мы были такие, как Ешуа. И также Он называет нас как избранными Божьими. Это означает, что мы избраны Им, и мы хотим ходить в послушание перед Ним. Он положил Свою руку над нами, и назвал нас как избранными Божьими, и как избранным народом. Не только Израиль, евреи, но все, кто хотят ходить в послушание перед Богом. Это был как по естественному Аврам, но и Аврам как естественное, и духовное. Делят ответственность быть избранным народом. И Он призвал нас во святости к служению. 2 Б. Мы были искупленными. Мы просто говорили уже об этом. Он искупил нас, купил из рабского рынка. И мы стали свободным народом. 3 Б. Мы были примирены с Богом. Мы помним, что мы были отделены от Него. Мы не имели возможность общаться с Богом. Но по причине Его благодати у нас есть такие возможные отношения с Богом. И в любой момент мы можем достигать Царства Небесного. Когда Бог может говорить нам ясно. И не важно, где мы находимся, что мы делаем. Потому что у нас есть эта близость с Богом. Мы были примирены с Ним. 4 Б. Мы были связаны с Богом через милостивление. И Его гнев против нашего греха был удовлетворен. И вот этот барьер, он был убран. 5 Б. Нам были прощены все наши преступления. Все наши грехи были прощены. Все наши грехи, в fact, были вечно прощены. Они по-настоящему были так вечно прощены. С моим пониманием чтения Писания, когда мы полностью, полноценно каемся, доверяем крови Иешуа очистить наши грехи, и наши грехи прощены, наши грехи просто исчезают и не возвращаются никогда. Иными словами, Бог не может сделать так. Он придет и скажет, помнишь, какой грех я тебя простил? В 2016 году, и в 2017 году, и в 2018, и в 2019. Я хочу поговорить с тобой об этих грехах. Нет, нет, нет. Когда Он прощает, Он и забывает. Он выбирает забывать, а и они уходят. И мы стоим перед Ним, как праведный народ Божий. 6 Б. Мы можем присоединиться к Иешуа, к новой такой жизни, пути. Это тот концепт или мысль, который мы имеем в микве. Когда мы умираем с Ним, мы погружены с Ним, и мы воскрешены к новой жизни с Ним. И в новой жизни с Ним мы ходим в праведности. 7 Б. Мы освобождены от решения закона. Это не то, что нам нужно беспокоиться, потому что мы были прощены. 8 Б. Мы дети Божьи. Мы были рождены от воды, мы также были рождены от Духа. Мы были рождены вновь. Мы были восстановлены. Дух Святой прикоснулся к нам. Он поселился в нас. Он сделал нас живыми в Нем. Он сделал нас сыновьями Божьими. Я ненавижу это говорить вам. Может быть, кому-то это не нравится. Но нет такого, как быть дочерями Божьими. Этот вид отношений с Богом он не основан на статье. Каждый, кто родился свыше как верующий, имеет один же статус положения перед Богом. Мы все равны перед Богом. У нас есть наследие и привилегия быть сыновьями Божьими. Я думаю, что вы этого не найдете в Библии, где сказано о дочерях Божьих. Мы все сыновья Божьих. Мы ходим в силе власти сына. Мы все сделаны царями и священниками сильного Бога. А у Бога нет таких как бы цариц. У Него только цари. И в 5С мы новое творение. 9Б Мы были приняты, усыновлены. Мы были приведены в семью Божью. 10Б Мы приняты в возлюбленном. Мы, you know, in our own merits we have no real status before God. I mean, in our own selves we cannot command God's, you know, presence, pay attention to me. Love me. Силом, нашим возможностям мы не можем говорить Богу «Люби меня! Слушайся меня!» Вот по той добродетели, которая была в Иешуа, который был возлюбленным Божьим, мы приняты, потому что мы в Иешуа. Мы приняты в возлюбленном. 11Б Мы оправданы. Это означает, что мы названы праведными. Мы были неправедными, но мы теперь на Божьей стороне. Из-за крови Иешуа мы сделали праведными. 12Б Мы поставлены были рядом. У нас есть постоянный доступ к Богу. 13Б Мы были освобождены от духовной тьмы. 14Б Мы были переведены в Царство Божье. Мы более не жители человеческого Царства. Нас Бог смотрит как граждане Его Царства. 15Б Те, которые получают Божественную Благодать. Мы имеем свое присутствие на камне Иешуа. Он наш камень. Он наш Спаситель. Их 16Б Мы все дар от Бога для Иешуа. Итак, Александр. Бог очень-очень-очень любит Иешуа. Очень любит Иешуа. И Бог сказал Иешуа, Я тебя люблю, Иешуа. Я тебе подарю дам Александра. Мы дар от Бога, Бога Отца, к Иешуа. Это очень прекрасно. Это прекрасно. И 17Б Мы духовно обрезаны в Иешуа. Мы были отрезаны от духовного злового влияния. И он был убран от нас. И мы теперь живем как бы заветный народ Божий. 18Б Мы причастники Священного Царственного Священства. Да, мы цари. Но мы также и священники. Иешуа Иешуа, он великий первосвященник. Но он также сделан нас священниками в Его Царстве. Мы священствуем с Ним. Первосвященник Он подписывает эти портфолио священникам. Он дает нам законные основания, чтобы исполнять священство. Очень важно, поэтому для нас иметь возможность слышать Дух. Чтобы мы исполняли свое служение. И 19Б Мы выбранное поколение, народ святой, свободный народ. Из-за того, что нет времени, мы не возьмем весь список. 20Б Мы небесные жители. 21 Мы в семье Божьей на небесах. Я в семье Божьей. Я принадлежу Его обителю. Он относится ко мне как к тому, кто живет в Его обители. Неужели это не настолько удивительно? Это прекрасно. 22 Вот эта благодать, она приводит нас в отношения со святыми. У нас есть отношения не только с Отцом, но у нас есть духовные отношения со всеми Его детьми. Поэтому, когда мы собираемся вместе, есть эта канония, вот эта обществ, обществ между нами. Ваше сердце, моему сердцу, к вашему сердцу. Это духовное соединение. Потому что мы часть Божьей семьи. И 23 Мы в сотрудничестве с Ешуа. Мы сотрудники в Его жизни, в Его позиции, в Его служении, в Его страдании, в молитве, в предательстве и в ожидании. И 24 У нас есть доступ к Богу, доступ к Его благодати, доступ к Отцу и к Его завету. Если мы в чем-то имеем сомнение или боимся, мы можем прийти в Его служение поддержки. Мы стали как бы объектами Божьего. Того, кого Он любит, и кого выражает благодать, Его силу, мы объектами Его верности, Его мира, Его утешения, и Его заступничества. По Его вечной благодати мы Его наследники. Подумайте об этом. Мы Его вечные наследники. Бог смотрит на нас, как на Его сокровища. Все, что Он сделает во всей вечности, с этим не можно даже понять. Он смотрит на нас, как на Его наследников. Мы свет Господа. Мы объединены с Отцом, Сыном и Святым Духом. И мы были благословлены первыми плодами Духа. Когда мы говорим, что Дух Святой живет внутри нас и свидетельствует Духу нашим, что мы дети Божьи. Откуда мы знаем, что у нас есть вечное предназначение? Потому что у нас уже есть залог внутри нас. Мы уже получили вечную жизнь. И она просто будет продолжаться. 31. Мы будем прославлены в Нем. Мы полноценны в Нем. И в 33, в конце концов, мы будем обладать каждым духовным благословением. Мы получим все благословения. Друзья, вы осознаете, кто вы в Ешуа? Это что-то очень особенное. Это то, что очень значимо. И мы просто каждый день должны благодарить Бога за наше спасение. Потому что мы дети царя. Давайте возьмем перерыв. Потом у нас будет обзор такой быстрый. И потом вы возьмете очень-очень-очень легкие экзамены. И ты убив politics. И мы же ещеanno. Это то, что мыслов-теz наше спасение.